Девушки отдыхают Мы прошли путь по магистралям Москвы, путь, который ежедневно проходит каждый владелец автомобиля. Надо найти колонку, да еще чтобы в ней был бензин. И еще выстоять очередь. А очередь движется в час по чайной ложке. Но боже мой, что я вижу. Никакой очереди и бензина сколько хочешь. И это на Волкаламском шоссе, где выстраивались огромные очереди. Вас не удивляет, что здесь народу никого нет? Удивляет. Трудно было заправлять за последнее время? Да, народу много было. Скажите, а почему вот сегодня никого нету, очереди нету? Дело в том, что уже в основном поставили машины. И потом у нас бензин без перебоев сейчас пошел. Имеется в виду на зиму поставили машины? Да, в общем-то да, наверное. А бензин сейчас хорошо идет? И 93-й, и 76-й? Да. И 95-й? 95-й у нас давно нету. У нас 92-й вообще бензин идет, а не 93-й. Убедившись во всем этом и не веря своим глазам, мы поехали к автозаправочной станции на улицу Зорги. Что произошло на заправке? Что-то народу никого нет? Машин мало? Не знаю. Я в первый раз подъехал при таком количестве машин. Неужели эпопея с бензином завершена? Неужели? Хочется так думать, но на самом деле все не так. Завезли бензин, а пока его везли, люди разуверились и поставили с наступлением зимы машины на прикол. Вот и залейся бензином. Но после зимы непременно придет весна, а потом и дачное лето. И все вернется на круги свое. В чем же выход, Вадим Андреевич? Значит, первое, я бы хотел сказать причину, значит, неудовлетворительного обеспечения нефтепродуктами. Это то, что неравномерно организовывается завоз нефтепродуктов на нефтебазы. Вторым и очень важным вопросом я считаю, что в Москве не хватает автозаправочной станции порядка, значит, 250 единиц. Дополнительно нужно построить. Потому что... Простите, а заполнить бензином вы их сможете? Значит, заполнить бензином можно, но тогда не будет таких очередей в Москве, которые имеются сейчас, в настоящий момент. Значит, вы считаете, что все-таки бензин есть? Ну, перебои с бензином были. Ну, в настоящее время, значит, у нас в резервуарах находится 8,5 тысяч тонн, что это считается нормальной нормой для потребления Москвы.